Здравствуйте! Вы любите случайные совпадения? Приятные совпадения? Я во всяком случае люблю, они случаются редко, поэтому они случайные. Сейчас расскажу коротко. В далеком 1982 году, 22 года назад, о, 42 года, 42 года назад, господи, у меня, наверное, зрители моложе, в 1982 году меня по повестке забрали в ряды Советской Армии, распределили в погранвойска, я пошел служить, служил на памире 2 года, 2 месяца, 2 дня. Но учебку, раньше были полгода учебкой, полтора года служишь. Вот учебку я проходил в городе Чимкент, Киргизии. Сейчас этот город называется Шимкент. Полгода я там служил, в 1982 году, это было лето, недалеко от Ташкента. В Ташкенте у меня жил мой родной дядя, который приезжал, привозил мне всякие вкусности. Но не об этом речь. После того, как я на канале Марс Клуб снял ролик с Дюарсом, 8 лет с выдержкой из бочек из-под Портвейна, потом снял Дюарс с выдержкой в бочках из-под Портвейна, и мне написали, и сказали, Виктор, мы готовы, мы смотрим этот канал, и готовы тебе прислать Дюарс с выдержкой в бочках из-под японского дуба. Как он называется? Как-то по-японски, интересно. Мидзукай, как-то вот так. Ладно. Сделай вид, что вы все поняли. Я говорю, да я куплю, давайте я вам оплачу проезд, проживание, то есть, ну, отправку и стоимость. Я себе могу позволить это сделать, нашу пенсию металлурга. Вот. Ну, мне сказали, Алексей, парень, спасибо тебе большое, ловит меня привет, и не только, я сейчас еще что-нибудь тебе скажу. Он мне присылает. Я когда вот открываю, Шимкент, Шимкент, то мне как-то еще начало, ну, в голове не укладывалось. Типа, мы, я живу в Шимкенте. И потом, когда, я думаю, прогуглишь только Шимкент. Батюшки мои, это оказывается Чимкент. Да, да, друзья мои, мне пришла посылка как бы из моей молодости, из того города, где я полгода у солдата выходной, пуговицы варят. Вот. Очень приятно, Алексей, спасибо тебе, спасибо тебе за подарок. И я в ответочку готов. Алексей, как бы со мной не лично общается через сына Никитов. Я хотел бы тебе выслать в подарок два вот таких фирменных бокала от канала Mars Club брендированных. И пришлю тебе обязательно бутылочку своего напитка, который я экспериментирую с бочками. У меня уже там порядка 14 бочек. Я там коньяки всякие пытаюсь, вернее, бренди, виски выдерживайте, клеводосы. Обязательно что-нибудь тебе напробовал. Как говорится, это как бокшиш, там подарок за подарок. В общем, Алексей, напиши мне, пожалуйста, свой адрес. И я тоже сделаю тебе приятный подарок, получив который, ну, ты наверняка улыбнешься, как улыбнулся я подарку твоему. И это было георическое отступление. Погнали, мои друзья, погнали. Дюарс, уважаемая компания, которая была основана, фиг знает когда и зачем нам об этом знать, если я скажу 1846, что-нибудь изменится в вашем отношении к Дюарсу. Я не люблю стоять. Я не люблю Дюарс белая этикетка. Я называю его крашеной водкой. Не знаю, не зашел. Пробовал Дюарс 12-15, не понравилось. Но потом, когда мне сын сделал подарок, младший сын мой, Илья, который часто бывает в моих шортах, шорт, короткие ролики, он там, он работает прозвольцом красно-белым, он мне купил, подарил на Новый год Дюарса в выдержанных бочках из-под портвейна. Кстати, у Дюарса есть целый ряд релиза восьмилетних, которые они выдерживают разных бочков. Слушайте, давайте сначала нальем, потом будет рассказывать. Во рту пересохло, и хороший повод есть. Сегодня 23 февраля. Не знаю, когда выйдет ролик. Мужики, причастные с праздником. Спасибо. Так, итак, открываем. По нашей традиции, опачки, вот, видим бутылочка, менее яркая, менее яркая коробочка, вы видите, да, ну, если сравнивать. Но, во всяком случае, сделано стильно. Мне нравится, как шотландцы подходят к оформлению. Наши производители тоже стремятся к этому, и некоторые образцы оформления. Я давно занимался рекламой, вот, и мне очень нравится. Стилистика, цветовая гамма, не пестро, не ярко, но узнаваемо. Компания Дюарс. Итак, нальем по листине те колдовства. Хороший повод. И вам, кстати, хорошего настроения. Хрустальный мрак, бокала, обыкновенный колпачочечек, жестяной, без изысков. Наливаем. Он, кстати, тоже фирменный бокальчик, но у меня таких бокалов мало. Алексей, извини, что эти такие, у меня таких осталось 5 штук, один плюс разбило. Кстати, такие бокалы будут на фестивале, сейчас я вам покажу, на фестивале Лиг Мастеров. Так, сейчас я вот так обычно делаю. Включаем. Вот такой брендированный бокал, здесь логотипчики. Чтобы было видно, я сейчас туда тоже не налью. Алексей, ничего, что я в твои бокалы налью твоего виски. Чтобы было видно логотип. Вот, сейчас, наверное, видно логотип. Вот, здесь фестиваль Лига Мастеров. Мы в этом году, в апреле, в Воронеже проводим фестиваль Лига Мастеров. Там такие бокалы можно будет приобрести за сумасшедшие деньги. Но кто-то получит подарок. Вот. А теперь давайте вместе посмотрим на оформление бутылки Duars. Красиво, как я уже говорил, 8 лет Japan Smooth. Давыдежка в бочках из-под японского дуба. Здесь контр-этикетка на русском языке. Да фиг там нет контр-этикетки на русском языке. Вот это приятно. Еще интереснее становится. Что мы знаем? О, ну вот коробочка так. Здесь графически, как бы, приключения, нарисованные приключения этого напитка. Как пишут на официальном сайте, что... Все, включаем. Что сначала берут порядка 40 разных спиртов, как солодовых, так и зерновых. Все это перемешивается. Сливаются какие-то специальные бочки. Восьмилетние спирты. Потом все это перемешанное, готовое, созревшее. Заливают в бочки из-под японского, в данном случае, дуба. Как это произносится? Напишите, а. Вот. И потом там еще полгода до выдерживается. То есть, все это по-русски как бы подженивается. Да, то есть, напиток. Ну, 40 разных сортов их смешали. Вот так, вот так, вот так размешали. И там подержали, там подержали. То есть, напиток, как бы, пишут. Источники я уж точно не знаю. Официального пресс-релиза я не нашел. Поэтому могу только догадываться. А потом разливают и вперед, вперед, вперед. Цена, в принципе, очень адекватна. В красно-белом из-под портвейна стоило где-то полторы тысячи рублей. Точно не помню, я не покупал. Мне подарили, повторюсь. Этот релиз я видел на каких-то московских сайтах. От 3,5 до 2,5. Но я живу в небольшом провинциальном городе Белгородской области. Тут у нас с алкомаркетами беда. И поэтому, ну вот, давайте попробуем. В конце концов, мужик, хватит болтать. Согласен. Принято. Да, причастных с праздником этот за мужиков, за тех, кто служил. И, повторюсь, мои первые дни службы начинались именно в Шенкенте. Либо, ну, в Чемкенте. Я служил в Чемкенте. Цвет у них у всех такой красивый. Подсолнечного масла, игривый. Неаппетитный, но висковой. Я люблю цвета коньячные. Я об этом говорил, но мужчины любят глазами. Каждому свое. Кому-то этот цвет приятен. Правда. Аромат. Вот чем меня поразили те первые дюарсы восьмилетние. Богатый, плотный, разнообразный ароматикой. Здесь ароматика... А ну-ка, посмотрим, что нам скажут. Ага. Цветочное, медовое и сандаловое дерево и так далее. Что-то там, какие-то всякие рисунки. Черт побери, мне надо, наверное, было бы сравнить все три в одном ролике. Давайте этот ролик в сравнении потом сниму. Если вы напишите, Виктор, сравни все три. Напишите, Виктор, сравни все три дюарса. И я сниму ролик в сравнении в трех дюарсов лоб в лоб. Было бы сейчас нечестно поставить эти два дюарса, которые уже мне открытыми стоят больше, чем месяц. Ароматика. Еще раз. По моему... По моим воспоминаниям, мне кажется, что ароматик слабее. Элегантнее, интереснее, медово-цветочное. Интересное, насыщенное. Многие солодовые 12-летние мискарики, пожалуй, и похуже ароматикой будут. Не впечатлен, но, знаете, приятно. Все-таки, знаете, бывает аромат легкий, а бывает насыщенный, тяжелый, плотный. Когда... Ух ты, а его-то и много. Но идентифицировать, разложить по нотам сейчас я не могу. Может быть, настроения нет. 23-й все-таки. Итак, за тех, кто присягал родине. А вот сейчас во вкусе... А вот сейчас во вкусе тот самый вкус, который любят любители виски, которые любят любители виски стандартного, скажем так. Конечно же, это я сам свои стандарты развожу. Есть островные виски, которые, блин, можно понять, да, только открыв пробку. Есть виски типа Чивоса 12-летнего, да. Да, вот таких оттенков, мне кажется, здесь достаточно. И послевкусие, знаете ли, не пустое и не быстрое, и в полости рта, или в роте, как он подвигал, говорят. Достаточно приятно. Глоток побольше. Че, да, мы же служили, мы же... А вы спирт пробовали? Когда-нибудь. Ваше здоровье. Да, большой глоток аж прослезился, вымело. Слезу, спиртозность, да, свое дает. Выдохнул, легкая даже какая-то дымность. Вы знаете, очень интересный вкус, очень интересный, но бедноват, я бы сказал. Подводим резюме. Хороший, интересный, стоит своих денег, я не знаю, сколько он стоит, потому что мне его подарили. Интересный. Куплю ли я себе еще когда-нибудь? Ну, когда кончится, возможно, и куплю, потому что вся серия для меня интересна. Когда производитель экспериментирует со вкусами, с довыдержками, раз, два, три, и напиток погулял, подышал, поигрался и набрался какой-то мудрости, силы и вкуса. И я думаю, данный продукт обязательно найдет своего любителя и даже своего фаната. Ну, а я скажу, мир, мир. Спасибо, что досмотрели до этого момента. До новых встреч. До новых встреч. Пока. Да, этот виски попроще, друзья мои, и наверняка, повторюсь, может быть, даже по-мужественным, может быть, даже по-строже, может быть, не такой веселенький, но с ним посидеть с друзьями около костра летним вечером, надоело зима, ну, согласитесь, да? Вам надоело зима? Черт побери. Друг мой, если ты досмотрел до этого момента, напиши, пожалуйста, комментарий, надоело зима, я обязательно отвечу тебе добрыми словами, обязательно поставлю сердечко под твоим комментарием, и весна наступит. Ну, вот, наверное, и все. Интересно, интересно, нисколько не жалко. Вот, если бы я покупил, мне бы нисколько было не жалко, потому что я должен попробовать, говорят, что в этой линейке еще какие-то релизы есть, но я пока не встречал. Вкусненько. Вот своя, вот своя, своя ароматика, ведь кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик, кто-то любит блондинок, а кто-то любит толстых жирных теток, хотя все говорят, что мы любим блондинок. Если кто-то читал Куприна Яму, да, там как раз таки есть интересные наблюдения о публичном доме, если не читали, я расскажу. В публичном доме, это яма, повесть о публичном доме в дореволюционной России, и там интересный момент, что там разные всякие проститутки, они друг друга обговаривают, и самой популярной из женщин была толстая тетка, которая все типа фу-фу-фу, а когда приходили мужчины, она пользовалась наибольшим успехом. Это к той истории, когда проводят соцопрос на входе в книжный магазин, что вы хотите купить, все говорили, я пришел купить себе Библию, я пришел купить себе энциклопедию диких животных, я пришел себе купить географию за девятый класс, потому что я плохо выучил, на самом деле покупали дешевые детективы, либо любовные романы. Людям всегда хочется в глазах общества казаться лучше, красивее и умнее в запросах, но на самом деле они так вот и про проституток. Ну это Куприн, почитайте, яма, интересно. И что греха таить, чем дольше я пью, тем больше я пьянею. Ну честно же, вы же это видите, да, как мужик там, 62-летний случай чего, пьянеет на глазах, да, я сегодня сходил в спортзал, 23 февраля, встретил спортзал, я ее три раза в неделю хожу, хороший, сейчас бы какой-нибудь старого друга, мы бы с ним эту бутылочку за вечер под разговор и, скажу вам честно, и закуски под него не хочется. Все больше и больше, все приятнее и приятнее. Алексей, я точно знаю, что ты досмотрел ролик до конца, пожалуйста, пришли мне свои координаты, я отправлю тебе посылку и сделаем друг другу приятное. Я приятное получил. Все, спасибо, друзья мои. Делайте друг другу приятное и полисадите колдовства в хрустальный мурак, бокала. Спасибо. Всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok